добрый день дорогие друзья мы начинаем эфир передачи станислав станишевский торгуем плюс на форте именно такое название мы вчера коллективно выбрали для передачи станислава конечно если ему захочется изменить он может это сделать мы все это можем обсуждать но станислав уже с нами приветствуем вас добрый день игорь добрый день всем так что вам теперь придется торговать в плюс раз уж название передачи такое ну что станислав мы готовы узнать ваш взгляд на рынок что интересного видите как планируете торговать да давайте демонстрацию экрана сейчас запущу давайте посмотрим то должно работать мы с вами все отрепетировали все мы видим ваш экран хорошо можно хорошо так ну начнем с индекс ртс посмотрим дневной таймфрейм принципе рынок за последние дни такой достаточно вялый то есть каких-то сильно интересных ситуаций мало показал вот что касается ртс последние два месяца в рамках уже широкого боковика такого движется то есть нижняя граница у нас была 85 верхняя граница в районе девяносто трех переключимся на часовой таймфрейм на часовом таймфрейме немного подкорректируем уровень 86 то есть это был минимум опять же 15 16 числа то есть принципе для тех кто торгует на отбой можно было рассматривать точку входа ну лично я вход не выполнял то есть обычно торгую только пробой закрепления выше уровня соответственно стоп у нас при таком входе бы получился достаточно большой и единственный уровень который я бы отметил от портес в рамках данного боковика то есть достаточно сильно это 89 то есть были была неплохая проторговка объемы показывал неплохие переключимся на 5-минутный таймфрейм то есть там он инструмент давал неплохую точку входа от данного уровня с коротким стопом то есть принципе позиция получилась неплохая бы на данный момент ситуация следующий я бы отметил уровень только верхнюю границу это 91 100 но опять же уровень отметил бы как слабый то есть принципе предыдущий день только проторговка была уровень опять же в рамках боковика но в принципе если будет пробой то есть на объемах проторговка необходимая можно будет рассмотреть точку входа потенциал движения в таком случае будет в район 92 700 то есть любом случае там позицию начал бы прикрывать что касается инструмента сбербанк по сбербанку вот уже несколько месяцев неплохой восходящий тренд последний месяц небольшая такая консолидация наметилась нижняя граница у нас в районе 13000 то есть психологический уровень и верхняя граница в районе 14 200 на дневках посмотрим часовик так на часовике уровень подкорректировал в район 12 900 и у нас как раз от 27 числа в принципе для тех кто торгует на отбой там была очень неплохая точка входа то есть уровень достаточно сильный был ложный пробой возврат над уровень ретест можно было рассмотреть точку входа в лонг принципе инструмент неплохо растет последние несколько дней ну вот сегодня больше похоже на финальный вынос такие неплохие объемы прошли поэтому в принципе я пока точки входа какие-то на данном инструменте не рассматриваю то есть остаюсь вне позиции на следующей неделе посмотрим возможно если уровень 13 700 подтвердится то есть пройдет там нужная проторговка объемы пройдут пока уровень достаточно слабый вот но если подтвердиться то можно будет при уходе за 13 700 и закрепление рассмотреть ланге первая цель естественно будет в районе 14 200 то есть верх ценового диапазона уровень очень сильно поэтому в любом случае позиции стоит прикрыть ну и там уже по ситуации смотреть при уходе и закреплении выше можно будет рассматривать ланге в том числе и краткосрочно что касается газпрома то есть инструмент тоже у меня не в торговом плане поскольку инструмент очень рваный последние пару дней 13 500 вот у нас на дневке был сильный уровень то есть локальный минимум соответственно на часовике опять же можно было пробовать открывать лонг переключимся на пяти минутку открывать лонг от уровня примерно 13 490 то есть вот у нас такая зона 13 470 движение кстати неплохо достаточно сходило но на данный момент каких-то интересных точек входа я не вижу то есть я торгую только по тренду и буду рассматривать вход при пробое нижней границы соответственно пока тут какого-то явного тренда нету на инструменте что касается доллар рубля по доллар рублю был есть очень сильный уровень в районе 65 200 переключимся на 5 минутку он получается тут зона такая 65 265 250 примерно сегодня нефть кстати вот очень неплохо растет и сегодня в принципе при открытии даже вот такой узкой консолидации находится доллар рубль при этом очень неплохо подскочил вверх то есть вполне вероятно что данного уровня какие-то крупные игроки набирают позиции уровень очень сильный поэтому в принципе можно рассмотреть открыть лонги то есть при откате соответственно пока я отсюда бы какую-то точку входа не рассматривал стоим достаточно далеко от уровня стоп получится оттянутый потенциал движения в принципе я считаю небольшой то есть пока движение нисходящего слома какого-то не произошло поэтому если даже открывать лонги то первый уровень будет 66 принципе где я бы позицию пока прикрыл ну что касается входа интро д именно вот и краткосрочно можно конечно попытаться протянуть но лично я именно жду развития движения нисходящего то есть это ухода за минимума тут еще стоит отметить что у нас еще психологический уровень 65 есть поэтому желательно открывать какие-то шорты при уходе за 65 и закрепление ниже то есть все таки если даже под 65 200 закроемся потенциал движения небольшой получается а если удержимся под 65 принципе вероятно развитие такого неплохого движения поэтому пока работы только шартов данный инструмент в плане по нефти ситуация мне не так понятно последнее время принципе сделок практически не было на инструменте то есть в рамках опять же все широкого боковика движется каких-то с именно сильных уровней ключевых я бы на текущий момент не выделил то есть работа интро д только от сильных ключевых уровней то есть тем более вблизи опять же есть у нас уровень 57 соответственно даже можно выделить уровень 51 хоть он и достаточно слабый но в любом случае потенциал движения получается небольшой поэтому я какие-то точки входа на инструменте пока не рассматриваю то есть там уже по ситуации на следующей неделе будем смотреть что будет так возьмем евро доллар посмотрим дневку но опять же тут огромный гэп конечно по новостям случился при выходе великобритании вот поэтому уровень можно выделить 1115 так переключимся на часовой там фрейм то есть я какого-то четкого трендового движения пока не вижу инструмент достаточно рваный на текущий момент в принципе консолидируется вблизи уровня да но я всегда смотрю еще на плавность хода и на наличие какого-то явного тренда то есть по данному инструменту мне ситуация пока не понятно поэтому я его не торгую так что касается золото возьмем дневной таймфрейм нижняя граница 1 211 сверху уровень можно выделить 1 300 на гэпе опять же был выход за этот уровень и можно отметить уровень 1 315 то есть при гэпе в принципе ушли за этот туры тут было не проторговка принципе точку входа давал инструмент то есть я открывал ланге и в принципе цель один к пяти примерно по инструменту забирал ну на данный момент опять же консолидация такая наметилась пока рассматриваю только ланге естественно пока слома движения никакого не произошло поэтому точек кода для шарта не ищу то есть даже если при уходе там за один триста пятнадцать какие-то шарты рассматривать может попилить неплохо поэтому пока еще только ланге ланг а лангах задумаюсь только при уходе над уровень 1 335 то есть но естественно это на этой неделе уже не произойдет поэтому пока вне позиции тоже по инструменту вот но в целом больше всего естественно выделя бы именно доллар рубль нужно понаблюдать а так рынок не очень интересны на этой неделе то есть даже в принципе по акциям то есть торгую и акции вот там были неплохие тренды той ситуации интересных побольше так ну наверное можно демонстрацию остановить по ситуации вот такая картина понятно останавливаем демонстрацию рабочего стола спасибо большое станислав коллеги пожалуйста ваши вопросы давайте в чате напишем а у меня первый вопрос станислав вы торгуете акциями а по акциям какие интересные идеи если просто озвучит по каким бумагам увидите что-то интересное ну давайте откроем а так сейчас демонстрацию тогда запущу что давайте покажем конечно я кстати мы совершенно не против если вы будете показывать нам и акции мы абсолютно двумя руками за исправим название мы исправим название торгуем в плюс на ммвб и все и нет проблем можно то есть могу также по акциям в принципе когда заводящей программе могу и акции озвучить можно по некоторым пройтись именно прокомментирую тогда скажем первую десятку акций давайте штамм не будет да там где вы видите что-то интересного давайте начнем с фска частности просто по фска было вообще неплохое трендовое движение которое уже продолжается достаточно долго то есть среднесрочная течение уже четырех месяцев опять же и в принципе инструмент давал очень неплохие точки входа я очень люблю когда даже для торговли именно внутри дня когда среднесрочный сильный тренд совпадает соответственно с локальным трендом то есть обычно таких инструментов при пробое каких-то ключевых уровней движение получает развитие вот но на данный момент акция находится такой в небольшой консолидации верхняя граница опять же у нас получается 0 1585 то есть принципе жду пробоя данного уровня при закреплении выше вполне вероятно вообще развитие опять продолжение неплохого движения поэтому данная бумага в плане вот по остальным акциям на сегодняшний день принципе отборку какую-то не делал то есть было некогда сегодня практически и по фьючам то вот появился где-то в 13 00 дома только поэтому пока вот выделю бы эту акцию только вот вообще отборку по акциям делаю следующим образом то есть на сайте ну тот же можно инвест фан сайт взять там есть у нас лидеры роста и падения обычно смотрю пятерку лидеров роста пятерку лидеров падения и потом просматриваю эти акции в терминале если они устраивают условиям то есть высокая волатильность низкие спреды бывают даже торговые акции второго эшелона соответственно я в торговый план уже отбираю бумаги то есть ищу ключевые уровни по этим инструментам вот поэтому в среднем бывают две-три бумаги в течение дня в отборку выношу понятно хорошо спасибо большое станислав так что следующий раз ждем от вас такого же обзора как по рынку на фьючерсов если что-то есть интересно на рынке акций с удовольствием смотрим мы можем себя все акции которые вам интересно с удовольствием рассмотреть значит ну что а андрей 777 первый вопрос задает станислав вы торгуете intraday так вы не торгуете нет я как раз основная ключевой мой вид торговли это именно intraday то есть я последний год еще торгую краткосрочно но основной стиль это именно intraday вот по сберу 14 200 пробивает какая цель дальше так ну сейчас посмотрим давайте так по сберу 14 200 это по фичам так ну по фичам на данный момент мы по сбербанк вообще стоим 13 520 вот я вижу а то есть имеете ввиду именно когда границу 14 200 пробьем там уже нужно смотреть то есть я пока цель не ставил поскольку мы достаточно далеко от данного уровня находимся и это в перспективе только как минимум там на следующей неделе поэтому какие-то цели я даже не искал то есть в принципе можем сходить достаточно неплохо если данный уровень пробьем понятно я обычно станислав я обычно вопросы читаю следующий вопрос у нас сейчас рейджи задает вопрос 13 13 станислав от 6 из 65 200 250 планируете в лонг до 66 тысяч так это у нас инструмент получается все я так думаю да да по си я вообще планирую пока только шарты соответственно жду закрепления под 65 то есть пока нисходящего движения нисходящее движение полноценного слома не произошло поэтому я рассматриваю только шарты о лонгах пока не думал понятно хорошо спасибо следующий вопрос корлеона задает 13 14 что скажете про алроса так сейчас посмотрим так ну алроса вообще давайте тоже демонстрацию запущу да давайте конечно на данный момент алроса находится в боковике то есть минимум месяца получается июня в районе 69 поэтому в принципе какие-то активные действия стал бы предпринимать только при уходе соответственно от 69 и опять же закрепление ниже вот то есть от лонгов лонги пока не раз можно конечно попытаться краткосрочно там набрать позицию данного уровня принципе ну тут стоп то есть был ложный пробой достаточно большой тут стоп получится в районе 68 метри примерно вот я же буду ждать именно пробоя пока только шорт понятно спасибо большое станислав следующий вопрос антон 1315 можно немного подробнее про точку входа интересен момент использования только тело свечи без теней ну точка входа во первых должно быть закрытие на 5 минутки выше именно пятиминутного бара соответственно всегда жду ретеста и проторговки необходимым количеством бара уровня также анализирую именно объемы то есть если нет всплеска объемов соответственно если прошли прошли данный уровень без без повышения объемов скорее всего уровень неправильно был определён поэтому точку входа не выполняя в принципе сильно сложного ничего нет но опять же у меня именно в системе прописано то есть сколько баров про торговку я жду каких объемов я жду и так далее вот поняли спасибо большое вопрос лариса булатова чуть раньше задавала порт с на м5 сходящийся треугольник вы собираетесь ланговать без пробития вчерашнего максимума и куда торговать по ртс так ртс ну по ртс у я у меня пока сверху не сформировался какой-то сильный уровень то есть я отмечал уже уровень 91 100 вот ну уровень он опять же предыдущий максимум и в принципе каких-то больших объемах возле уровня не проходило то есть сильной про торговки не было по ртс у я смотрю всегда более четкий сигнал потому что инструмент обычно хуже немного держит уровня по моему опыту и поэтому данный уровень пока выделил бы как слабый то есть опять же если постоим под ним случится пробой уровня то буду рассматривать уже ланги над 91 100 пока вот именно только так только от лангов и 91 100 понятно хорошо спасибо сергей хочет уточнить 1320 а сколько должно быть баров это видимо к предыдущему вопросу да но это уже тонкости торговой системы вот вообще рекомендую использовать не меньше трех баров по торговку потому что если даже сразу при откате входить слишком много стопов может получиться вот поэтому вот так вот понятно хорошо спасибо у меня кстати вопроса итоговый когда сегодняшнего дня я тоже открываю график это у нас бренд восьмой на московской бирже срочный рынок значит хочу У меня вопрос такой, я сижу размышляя, значит, мы, вот наше открытие сегодня, 4 часа мы бьемся, ну, в четвертом части торговли, бьемся вниз, смотрите, выходим выше открытия вниз, выше открытия вниз, выше открытия вниз, выше открытия вниз, и вот эти усы, они становятся все короче и короче, прям как под линейку вот здесь, если сейчас даже начертить такой тренд, прям под линейку, да, видно, да. Так вот у меня вопрос, в связи с чем, вам не кажется, что усы закончились, и мы сейчас должны уже пробить наверх, нет такого впечатления? Ну, впечатление есть, ну, я вот опять же именно сигнала жду, тут просто еще картина такая, что потенциал движения не очень большой получается, потому что рядом у нас находится сильный уровень в районе 51,6, поэтому, опять же, при пробитии даже интродэй цель достаточно небольшая у меня получается, поэтому именно вот по этой причине я даже точку входа не рассматриваю, соответственно, буду что-то думать уже при уходе за 51,7, вот, там потенциал движения уже будет достаточно большой, то есть в район 53, соответственно, до максимума июня, да, мы можем сходить, вот, ну, а пока вот вне позиции. Понятно, ну, тут у нас треугольник прям образуется по нефти, вы сказали 51,6, это да, но 51 не можем пробить, смотрите, мы сегодня... Да, что-то подобие треугольника образуется, в принципе, если пробоем его вверх, вполне вероятно, что до 51,6 мы, конечно, сходим, вот, ну, вот, потенциал достаточно небольшой, естественно, шарты пока не рассматриваю, то есть есть восходящее движение, поэтому пока слома какого-то полноценного не произошло, то есть шарты я не рассматриваю. Ну, вот эти вот идеально ровные, прям вот эти три, посмотрите, три идеально ровных тела по трем часам, прямо как-то даже несколько удивительно на это смотреть, прямо такое впечатление, что кто-то запер жестко в рамке фьючерс нефти бренд восьмой и держит жестко три часа, такое впечатление, что поставили позицию менеджер, выше не пускать и ниже не пускать, вилку поставили и долбитесь, пока мы не выберем новое направление. Да, есть такое ощущение, ну, вот в стакане еще объемы, тут 20 тысяч в районе 51 стоят, вот, не до конца понятно, конечно, с чем это связано, то ли позиции прикрывает, то ли кто-то добирать будет. Ну, да, я вызвал заявки, я смотрю, что заявок на покупку меньше, чем на продажу, 29 на покупку, 44 на продажу, то есть такое впечатление, что вот это нам намекивает на то, что вроде бы вниз должны пройти, но на самом деле графический рисунок, мне кажется, однозначно указывает, что можем пробить наверх. У меня такое ощущение. Да, пока есть, но я обычно даже заявки в стакане, вот особенно, как я говорил, с рынка акций использую именно для пробоя, то есть если я наоборот сверху вижу какую-то большую плотность, я именно анализирую, как ее съедает эту плотность и, соответственно, рассматриваю именно вход по движению. Поэтому даже если будем съедать эту заявку, в принципе, съедим ее, то вполне вероятно, что еще вверх, в район 51,6 сходим. Ну, в принципе, завтра пятница, то есть меньше всего сделок у меня получается на рынке именно в понедельник и пятницу. То есть особенно в последнее время такая тенденция появилась, что, скажем, если какой-то тренд намечается, то есть вторник, среда, четверг идет, в пятницу это всегда какая-то коррекция и обычно трендовое движение уже развития не получает. Поэтому я редко даже не всегда на пробои вхожу именно в пятницу. Понял вас, Станислав. Вот нам один участник 11.22 подсказывает, наверное, связанных с Экспирой. Ну, вот я не знаю, мне кажется, не может же быть, что до завтрашней Экспирации, чтобы держали не в таком узком коридоре. Это маловероятно все-таки куда-то она... Ну, обычно с Экспирацией, да, это маловероятно в таком узком. Вот. Поэтому мы посмотрим. Наоборот, что там размашистое должно произойти перед Экспирацией. Да, там обычно перед Экспирацией, то есть наоборот, инструмент либо, соответственно, должен упасть, то есть какие-то движения больше появляются обычно при переходе на новый. Да. Ну и вообще закрытие позиции перед Экспирацией, чтобы не выйти на Экспирацию, это такое тоже обычное действие, и снижение перед Экспирацией, оно как бы логично. Ну, посмотрим. Да, да. Хорошо. Поняли вас, Станислав. Спасибо вам огромное за ваш обзор и ваши ответы на вопросы. Хорошего вам дня и удачи на рынке. Спасибо. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok